Девушки отдыхают 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 Но это голые цифры, а в целом динамика отрицательная. Государство поступательно утрачивает доверие граждан. Но еще раз повторюсь, это официальные цифры. Но недавно в Телеграме, который вроде бы как блокирует Роскомнадзор, одновременно вижу каналы коллег депутатов наших, и в том числе у меня там есть страничка, там провели опрос и участвовали в этом 27 тысяч проголосовавших. Итак, на вопрос, кто по вашему мнению заслуживает доверия, 90% ответили никто из перечисленных. Это значит ни президент, ни армия, они набрали по 3%, силовики, политические партии, СМИ и церковь по 1%. Вот другая сторона медали. Но можно все свалить на интернет, на хакерские атаки, на накручивание и так далее, манипуляцию данным. Но если среднее между ВЦИОМ и социальными сетями, то вот это получится что-то похожее на правду. И она действительно страшная. Но почему же это происходит? Потому что у субъектов власть и народ отсутствует обратная связь. Власть распускает народу свое решение, причем не советуясь, не обсуждая или делая вид, что советуется. А народ старается в меру своих сил и возможностей проигнорировать это решение, либо попытаться показать власти фигу или устроить протест. Приведу пример общения власти и народа на уровне муниципалитетов. Нужны общественные слушания по вопросу строительства завода по утилизации отходов 1-го и 2-го класса опасности в поселке Горной Саратовской области. Росрау выбрали для этого площадки общественной палаты. Но простите, это ОПА никакого отношения к общественности не имеет. Это рупор власти, замаскированный под голос общества. И не более. Причем сделали после того, как прошли многочисленные митинги в крупных городах, в том числе прошли и в Самарской области. В итоге ничего, кроме скандала с дракой, ничего не получилось. Общество не успокоили, людей напугали, четких разъяснений не дали. Вместо этого они говорят, что есть замечательный завод в столице Австрии, забывая говорить о том, что там всего-навсего мусоросжигающий завод, никакого отношения не имеющий к захоронению 1-го и 2-го класса отходов опасности и даже ядерные отходы. История с Горным, потрясающая пример неспособности работать с населением и что-то объяснять жителям. Думаю, что люди не безропотные, а многие думают, что наоборот безропотные. Но это большая ошибка, которой обожглись многие. ШИИС этому доказательству. Здравоохранение, вновь к нему возвращаюсь. Конечно, радость от постройки ФАПов, но при этом у людей до этого была больница. После госсовета в Калининграде, где обсуждалась проблема медицины, у меня не осталось никакого сомнения, что так называемая активизация специально была направлена на тотальное уничтожение медицинской отрасли, особенно в сельской местности. Но реально ли теперь на выжженной земле посадить яблоневый сад? Конечно, нет. Но состояние с здравоохранением, видимо, настолько плачевно, что президент лично взял под свое внимание эту проблему. А на местах совершенно иное. Например, наш губернатор заявляет о сокращении тысячи неэффективно работающих коек в местных больницах. Что происходит? Для СМИ одна информация, а на самом деле вниз спускается другая. Не хочется в это верить, но пока, судя по действиям на местах, получается как раз вот то, о чем я сейчас говорю. Часто слышу фразу, как я люблю свою родину и как ненавижу государство и власть, которая пытается ее погубить, мою родину. Власть, власть и рознь. Дичайший факт наката федеральных СМИ о трагедии в Тулуне привел к отставке эффективного губернатора Левченко. Заменили на своего. И как по мгновению волшебной палочки, практически на следующий день проблемы Тулуна ушли из федеральной повестки. Там все стало хорошо и прекрасно. Я думаю, Великий Райкин бы сказал свою знаменитую фразу. Дурят нашего брата. В средневековом рыцаре нашей опилки. Может такая политика подарить лишние очки доверия режима и обслуживающего СМИ? Вряд ли. О наличии в стране института демократии говорит и фактор доверия судебной системе. Но я сказала, что это всего лишь одна треть и то по ФЦИОМу. Оно крайне низкое. Пару примеров. Рейдерский захват на рекс кандидатов президента Российской Федерации Павла Грудинина. Мы об этом неоднократно говорили с трибуны. Вот подтверждение, как работает судебная система. КПРФ оценила роль суда как правовой беспредел. Мы что, возвращаемся в эпоху ельцинизма, когда споры хозяйствующих субъектов зачастую становились криминальными разборками именно в силу того, что суды пытались узаконить беззаконие? Или скандальная история из моей родной Саратовской области, когда в результате оговора перспективного молодого боксера Максима Бурбина осудили на 14,5 лет. И даже несмотря на то, что в надзорный орган региона поступили обращения от людей, которые признались в оговоре Бурбина и сообщили о применении к ним недозволенных методов ведения следствия, человек до сих пор отбывает срок в тюрьме. В попытке помочь спортсмену сплотились представители КПРФ и Единой России. Вот оказывается неправомерное решение судов, слабая работа следствия, прокуратура объединяет куда крепче, как День народного единства. Московские протесты очень сильно ударили по доверию всей правоохранительной системы. Но действительно смешно выглядит, когда нанесены побои якобы пластиковым стаканчиком. Силовой разгон коммунистической демонстрации 7 ноября в Петербурге. Какая еще полиция будет, получается, на службе стоит народа после всего этого? Сотрудники без разбора хватали под руки и волокли в автозаки и молодых, и пожилых, и мужчин, и женщин. Кто этот гений, который запретил традиционную демонстрацию в городе трех революций? Но теперь, как оказывается, за этот беспредел будут платить премию сотрудникам. Хочу вам сказать, уважаемые коллеги, никакие рейтинги доверия власти нельзя поднять с помощью резиновых дубинок. Государство не может функционировать исключительно силовыми методами. Добавьте время. Протест не рождается на пустом месте. Почти всегда это реакция на неумные и безумные действия власти. Необходимо слушать и понимать людей. И если не слышит их исполнительная власть, слушать и понимать, граждан, должны мы, их избранники, своими законами улучшать их жизнь, а не ставить людей на грани выживания. Спасибо.